Вот так выглядит моя борда, если за ней абсолютно не ухаживать, вся кучерявая, кашлатая, мохнатая, шейн бритая, где-то примерно высотого дубля, какой-то серо-серный жилет, лезвия предварительно у меня уже нарезанные, шаветка незамудренная, стальная какая-то, готовчинка. Если бы мне нужно было полностью сбрить эту голову, допустим, шаветкой, да, я, возможно, бы распарил лицо, но так как вот эти вот волоски, пушки, мне комфортнее делать это дело на сухую. Вот здесь дурацкий пушок, который мне не нравится. Шаветку я держу тремя пальцами на нее и один зажим. Я просто по своей линии убираю пушок. Все. Здесь выбираю линию роста, которая мне комфортно, вставляю и поднимаю вверх. У меня никогда не было раздражения от того, что я вот эти 10 волосков убрал на сухую. Та же самая эта сторона. Все. В принципе, мне не нравятся вот эти вот идеально под мультиметр какой-то выбритые бороды. Мне нравится эффект такой называемой полной бороды, поэтому я убираю чисто лишние волоски и ощущение есть такой легкой неухоженности. Мне такая борода нравится больше. Дальше мне понадобится что-то электротриммерское какое-то, я не знаю, как оно там грамотно называется. Пока еще на сухую я буду править усы, потом придется бороду распарить. Ей же я расчесываю. Выбираю линию. Ну, главное, чтобы мне просто на губы не залазило. Все, усы готовы. Я не люблю так же убирать здесь, потому что постоянно приходится ухаживать за ней. Шею так же на сухую. Я не трогаю здесь опасно бриться. Мне достаточно того, что убирает электро. Очень важное лицо надо делать, самое главное. Все, шея готова мне это устраивать. Либо вот этой насадкой. Ну, а зачастую мне ее лень даже надевать. Если очень нужна чистая шея, я просто самым обычным жидким мылом промазал до того состояния, пока оно не запенилось. Я запеной не вижу с этих волосков, поэтому я не распениваю ее. Лучше, конечно, если кожа будет распаренная. Здесь уже могут быть раздражения. Против шерсти, по шерсти, зависит от чувствительности кожи. Все, просто мокрой рукой смахнул это все. Нормально, чисто, относительно гладко. В идеале, когда вылазишь с ванной, у тебя, блин, все распарено и сразу можно приступать. Но мне сейчас в ванную лезть в лом, поэтому я просто горячей водой все смачиваю. Короче, насколько распарилась, настолько распарилась волос влажный, кожа чуть-чуть поднагретая. Я просто феном с плоской насадкой, веду его вот так и перед ним расческой. Это у меня идет момент выравнивания бороды и горячей фиксации фена. Поехали. Максимальное дуновение, максимальный нагрев. Все на максималках. В большинстве случаев мне этого, в принципе, достаточно. С такой бородой я уже могу куда-то погнать. Каждое утро, в принципе, я такую процедуру после каждой ванной делаю. Но если мне нужно прям аккуратненько, ровненько, то опять той же насадкой я просто в воздухе сбиваю вот эти вот самые антенки и торчащие волоски. Нижнюю часть при желании, если вы ее не отпускаете, захотите зафиксировать с одной стороной, то можно также на глаз снять этой машинкой. У меня сейчас есть мыслишка чуть-чуть вот эту вот часть отпустить, поэтому я только вот здесь подберу. Это, собственно, все устраивает. Вычесываем волоса, которые остались в бороде после бритья. Пару взмахов мне, в принципе, достаточно. Если хотите, у пороса, можете с веном пройтись. Какое-то абсолютно левое, рандомное масло. Ни одной шипетки обычно хватает. Размазали по рукам. Втерли в кожу и в бороду. Немножко лысы. Для шелка, блеска. Да, в принципе, все. Вот такая борода. Три минуты у меня обычно уходит. Если видос не снимал, вообще за полторы-две справился бы. Как-то так. О, надо кончик, кончик. Чем острее кончик, тем вы агрессивнее выглядите. И челюсть еще вперед надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok